Я советую уже сейчас задуматься, и в 14 каталоге, это последний каталог, когда можно открыть квалификацию золотого директора, то есть у вас должно быть 2 22% группы, но это будет фантастическое, это будет лучшая конференция Арифлейн, 50 лет. Когда-то основатели, празднув 25-летие компании, наняли круизный лайнер, они путешествовали по Европе, там, Скандинавии, и они мечтали, он был маленький, он был маленький, но они мечтали, что когда-нибудь на 50-летие компании у них будет в 2 раза больше лайнер, побольше, чтобы он был побольше объема, но прошло 25 лет, и они нанимают 2 сногсшибательных, 6-ти звездочных лайнера, лайнера мечты, 6 тысяч человек, самые лучшие. Что там будет программа? Все это будет там, но начинается лайнер путешествия в Риме. Боже мой, как я люблю Рим! Это просто невероятный фантастический город, я буду уже третий раз в Риме, и сколько бы я там не было, я люблю магазины, у меня уже улочки известны, но просто вот есть одноразовые города, где побывал, красиво, супер, здорово, но в следующий раз, ну, да нет, ладно, в следующий раз как бы лучше какой-нибудь другой город посмотреть, но Рим смотреть можно, невозможно много раз, и есть понятие, как римские каникулы, то есть как раз-таки 7 дней, когда ты нон-стопом все путешествуешь, только тогда ты можешь все посмотреть. Начинаются римские каникулы, я имею в виду с Рима. Дальше будет два острова, это будет Греция и Греческий, по-моему, турецкий остров, что Греция-Турция будет захватить по одному дню, и заканчиваем в Афинах, в Греции. Боже мой, Греция, я там в Афинах, я не была, я очень хочу посмотреть, будет, да, вот я не помню, да, по-моему, ну, я хочу сказать, что даже если это будут маленькие города, компания лояльная, это будут наши полностью два лайнера, поэтому даже если будет гризис, и там будет кто-то что-то летать, и бомбы, и так далее, там война, и так далее, Господи, не приведи Господь, а компания найдет куда, можно сказать, в другое место, потому что это лайнеры будут только наши. Но начало будет время непобедимым, и заканчивать мы будем в Афинах, а промежуточное там уже компания дорешает. Ну, это я так сама смотрю, хотя нам утвердили, какие будут. Так, теперь я вам расскажу то, что было в Абудабе. Вот, конечно же, это была неповторимая, опять же-таки, конференция, это бриллиантовая конференция, в Абудабе, с новосибирского филиала нас было, по-моему, 16 человек, это была очень такая самая большая делегация, и поэтому мы смогли лететь из Новосибирска, все остальные летели с Москвы. Потрясающе, да, уже сверху мы видели, как это, это пустыня, пустыня, но какие там дворцы делали, все это искусственно, просто потрясающе. Нам подарили подарки еще в аэропорту, такие вот обложки именные на загранпаспорт, это было начало. Потом мы ехали где-то 2 часа до Абудаби. У меня есть видео, это фантастический, просто нереальный, красивейший город, вот такие вот глаза, это ночной город, вот это просто фантастика, невероятная красота, очень красивый город. Если вы посмотрите первую фотографию, это отель, был один из самых дорогих отелей, в года 4 или 5 лет назад бриллиантовая конференция была именно там, в этом отеле, и только он миллион был долларов потрачен на салют, на открытие этого отеля, то есть там вообще была фантастика, что там было. Вот такой город, к сожалению, я была в нем 2 раза, когда приезжала и уезжала, но полностью по городу, у меня не получилось по времени побывать там. Там, скажем так, по приоритетам были немножко другие конференции, было другое, но я думаю, что просто в Дубаях еще я буду. Тем более нам сказали, что Дубай, он туристический город, там много всего, много, конечно, высоток, но все-таки Абу-Даби это более такая изюминка, более интересный город. Именно Абу-Даби столица Арабских Эмиратов. И если мы возьмем просто Дубай, то это в основном туристы, 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 то есть просто мегаполис, ночная жизнь, там, ну, скажем так, нет столько достопримечательностей, а если взять Абу-Даби, то там, как любит Евгения Горских, там арабы, там именно живут коренное население, именно там живут миллионеры, именно там, то есть вот они ходят в Абаях, то есть в основном там живут семьи, именно там управляют бизнес, именно там все происходит, поэтому нам посоветовали, что Дубай и Дубай, дай бы лучше всего этот, кто там, например, был. Нам поселили хороший номер, хороший отель, он находится на острове, в острове Яс, этот остров, остров развлечений, где есть самый большой аквапарк в мире, самая скоростная трасса в Феррари, Феррари это там развлечение, самая скоростная трасса в мире, горка, то есть ничего больше 240 км в час разгоняется горка, в общем, это все там было, естественно, там вся красота, плюс пляжи, то есть вот компания нас поселила, чтобы, потому что если ехать в центр Абудаби, то есть немножко в другое место, там где мегаполис, вот доехать 40-50 минут, ну пока туда съездить, а у нас, еще у нас на нашем территории был самый большой в Арабских Эмиратах шопинг-молл, шопинг-центр, поэтому как бы компания решила, чтобы там было. В номере я жила с лидером, с лидером из другой структуры, у нас, скажем так, у нас руководитель филиала не рекомендует брать с собой еще не подрастающих лидеров, потому что реально там деньги нужны очень большие, и они говорят, сначала пускай по золотым пройдутся, поэтому девочка просто дочка одного из бриллиантовых директоров, то есть она попросила вот поехать, путевку я продала. Вот, смотрите, что, что у меня есть, началось, конечно же, первый день, куда мы пошли. Мы приехали на два дня раньше, чем все лидеры, ну и уехали на два дня позже. Ну, в общей сложности, ну, где-то на полденька все равно больше остались, чем остальные. И, конечно же, что мне было очень страшно, так это посетить вот эту вот невероятную горку, потому что вот я слышала везде по отзыву, потому что вот это самая страшная горка, нереальная там скорость, и мы ходили, сначала мы решили пройти все аттракционы, которые там есть. Помимо аттракционов, конечно же, это феерические просто машины, это просто феерические машины Феррари, невероятные, потому что вот Феррари, она стоит от одного миллиона долларов до пяти миллионов долларов в среднем Феррари стоит. Ну, конечно, до пяти миллионов долларов это Феррари, которые там эксклюзив, там то-то, 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 ну, даже как бы, вот там полмиллиона машинка долларов, там миллион, это полтора миллиона долларов, это три миллиона долларов машинка. Ты понимаешь просто, компания поняла, куда нас надо везти, чтобы мы посмотрели, тем более Феррари, это Феррари парк, тем более Феррари постоянно ездит по улице городом, это считается нормально, да, скажем так, в Дубаях, в Арабских Эмиратах, там самый, в общем, там миллионер живет. И нам всем компания дала бесплатные на целый день, чтобы мы покатались. Конечно же, я долго решалась туда пойти, сначала я, ну, все тракционы, там, 3D, 5D, 8D, там плюс на стимуляторах, ну, как они, там, имитаторах, то есть ты садишься в машину, одеваешь дачки, и ты просто едешь, там, например, 10 человек, 8 человек командой садится, и каждый на машине ездит, причем реально, когда ты ездишь, и это, там рядом стоит Формула-1, их трасса, где проходит всегда Формула-1, и постоянно только если, там вот эти вот постоянно ездят, то есть постоянно идут тренировки. И вот эта вот имитация, она полностью, вот эта вот трасса, Формула-1, которая вот буквально там через, там, 100 метров находится, это большой павильон, куда тоже у нас, которые любители, фанаты, опять же-таки, Формула-1 туда ходили. Ну, мне, когда девочки лучше шоппинг, сами вы понимаете, чем потратить время, посмотреть на тачки. Но, тем не менее, все мальчики у нас сходили туда. Вот. И вот эта Формула-1, когда ты садишься, катаешься, и просто вот реально, я оттуда вышла, два раза я перевернула со старта, улетала, боже мой, я оттуда вышла, я не знаю, мне просто тошнило, потому что вот такая ситуация, когда ты переворачиваешься, все настолько имитировало, что ты едешь, это просто сумасшедшая. Такого аттракциона, я оттуда вышла, у меня руки трясутся, боже мой, я себя как это, боже мой, я никогда на машине больше ездить не буду. Но это вот, когда ты вот реально на гоночной машине ездишь, все вот эти эффекты, мама дорогая, меня тошнило, укачало всем оттуда, вот у нас у всех гердлый срыв был, потому что вот реально, когда ты едешь на машине, ты не понимаешь, как это, это круто. Есть, конечно, там две горки, одна скоростная, но чуть-чуть поменьше, для тех, кто еще не принял решение покататься на самое со мной где-то 240 километров, но так как там народу особо не было и все ждали, когда конференция наша только начнется, и там уже местные все перекатались, и это январь, это зима, то мы успели и на то и два раза покататься, и, конечно же, на самой страшной горке. Мало того, мы даже проехали впереди. Я, конечно, жалею, что я поехала впереди, потому что мамочка, наверное, плюс 5 лет моим мимическим морщинам, потому что кожа там, ну, я видеоролик покажу, оно просто вот так вот вся, там пропыхает, но я проехала впереди первый раз, да, ну, как, во второй или третий, но первый раз впереди это было что-то вот, это, это было крэйзи, но я это сделала, я победила, и вот, вот ты чувствуешь, ааа, класс, это супер гонка. Да какое там снимало видео, там, видите, вот все побиты камеры, там, да что снимать, это нереально, там просто ты держишься, у тебя глаза там улетают, там волосы все нужно затягивать, там, везде там очки одевают, потому что иначе без глаз можно остаться, потому что скорость нереально одевает всем очки, потому что можно остаться реально без глаз, потому что давление и вот эти горки, ну, вот было очень страшно, вот, видите, у меня волосы, это вот, это еще ничего, это я всегда причесала, потому что на первой горке я немножко, у меня вот такая вот, знаете, вот такая вот копна, по-моему, была, адреналин, но это было круто, да, это круто, классно, ну и, конечно же, конечно же, машины, машины, ну и как же так, красивые девушки, все разошлись, я подошла к охраннику и говорю, а можно пофотографироваться, все машины в виде закрытая на территории, ну, в общем, я залезла, пофотографировалась, охранник пожалел, что меня туда пустил, потому что это была не одна фотография, была реальная фотосессия, потом еще моя девочка пофотографировалась, ну, было, короче, очень круто. Он сказал, а, быстрее меня накажут, уволят, я говорю, ничего, нормально, я договорюсь, то есть все нормально, то есть вот эта вот машинка была черненькая, она была самой дорогой, я не знаю по каким параметрам, для меня есть машинка красненькая и черненькая, вот беленькая, а то, что в них внутри, я не понимаю, ну, конечно, господи, шестрячка, это чья, волковы меня знают. На следующий день мы поехали с утра в мечеть Шейх-Заеда. Нереально красивейшая белая мечеть, там вся на белом раморе, туда, естественно, не пускают без Абая, все должны, это единственная мечеть в Арабских Эмиратах, куда могут неверующие этой веры попасть, то есть только единственное, что да, надо Абая, то есть нам надели, Абая одноразовая, и одели ее, потом ее после каждого человека стирают из просто тончайшего материала, шикарная качество, я не знаю, сколько она стоит, но это просто дорогущая Абая, шикарная, и вот вы знаете, когда мы ее одели, а было жарко, реально, вот просто реально, ты понимаешь, какой кайф ходить в Абая. И я не могу передать это ощущение. Вообще Абая, это как женщины сами принимают эту веру, сами носят ее, не снимая, не то, что это надо, а вот как-то, я не понимаю, как это быть тенью, потому что вот когда женщина, это тень мужа, я не понимаю, как можно быть тенью, да ни за какие деньги мира тенью я быть не могу, а приори я не могу быть тенью, но когда я одела Абаю, понимаете, в этом что-то есть, и вы не представляете, какие роскошные женщины в Арабских Эмиратах, какой у них шикарный макияж, девочки, наш макияж отдыхает, практически все с шикарными накладными ресницами, глаза, все у них лицо, ухоженная кожа, дорогие, они ходят в черных Абаях все, представляете, до пола черная Абая, но немножко открывается разрез, и видно, что у нее мини-юбка, все ходят там в 15-метровых шпильках, вот это настоящая эротика, вот это не передать, как роскошная женщина все одета, вот в этих шпильках мини-юбки легко Абая открывается, и там просто стекает все, то есть вот это, это шик, и вот по торговости такие красотки ходят, открываются там такие там платья, и вот ты хочешь узнать, что у нее под платьем реально, невероятных там ловитонов, чего только, туфли, ну это все, немножко раз там ручка открывается, вот так немножко падает, а у нее вот это вот там полностью браслеты из бриллиантов, то есть все, то есть все вот это настолько изысканно скромно, причем они дома ходят, то есть у них мода какая, то есть ты ходишь в магазин, а все то, что мы носим, то же самое они носят, но только единственное, на улицу они прикрываются Абай, как бы так, хо, сделайте это кокетство, то есть я говорю, что когда ты изнутри чувствуешь, смотришь, это совсем другое, и вот эта сексуальность, вы не представляете просто, как хочется посмотреть каждой женщине в глаза, какие они кокетки, какие, в общем, ну короче, нам очень понравилось, да, вот, именно в этой мечети самый большой камер в мире, его одновременно ткли 12 тысяч женщин, одновременно его собирали и перевозили двумя самолетами, там еще есть и большие полосы, но это не то, что стык-стык, а именно когда они молятся, чтобы понимать, кто за кем сидит, какой ряд, здесь самая большая люстра в мире, сколько-то там, две что ли, тонны, по-моему, и плюс еще две какие-то нереально красивые, все это из настоящего золота, это самый дорогой храм, вот, красота, очень красиво, вы видите, нереально красивый белый мрамор, ну, вау, просто вау, внизу вы видите типичного араба, я сфотографирую, их фотографировать нельзя, если увидят, что ты кого-то араба фотографируешь, то просто-напросто твой телефон отбирают, все, навсегда, ну, вот, я просто сфотографировала, какие у него цепи, у него там 2-3 цепи, то есть вот такое вот, чтобы вы знали, в среднем, среднестатистический араб покупает ежегодно 15 килограмм золота, 15 килограмм, куда он девает эти 15 килограмм золота, конечно же, вот, а еще я узнала, что женщины, конечно же, они женятся, первая жена должна быть их, да, их местной верой, то есть всего лишь 20% жителей, да, их коренных жителей, это миллионеры, ты рождаешься, тебе сразу, там, наследство падает, я не помню, сколько-то там, тысяч долларов, да, там, тебе бесплатный дом, куда ты ткнешь, бесплатное образование по всему миру, куда ты ткнешь, то есть ты родился миллионером сразу, вот, и первая женщина у них, естественно, должна быть местная, но все остальные уже как придется, вот, и поэтому старшая жена, чтобы ей было не скучно, и чтобы ей было развлекаться в шопингах где-то, она еще собирает себе 3 жены, 3 подружки, чтобы ей было весело, а мужика они делят, так, и, скажем так, женщина, востока, и вот как-то нам было жалко делать, там, ой, там, она вся бедненькая, а ничего подобного, вы узнали, какие они роскошные, они целыми днями ходят по шопингу, они отдыхают, даже если они выходят с семьей, то видишь, что женщина идет такая на шпилечках, вот в этой вот абай, да, а мужчина, на ней здесь один, ребенок два, второй здесь еще и, короче, коляску тянет, так, что это свободные женщины востока, так, что, да, вот, девочки помогают, вот, да, 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 я уже суммы забыла, дальше мы, нам было очень интересно, есть, вот видите, такое здание, забыла, как оно называется, в общем, решили сделать, как типа Пизанская башня, угол наклона еще больше, чем Пизанская башня рассчитали, в общем, мы пошли в этот отель, мы решили попробовать, пустят ли нас, конечно же, нас пустили, мы туда поднялись, мы пофотографировались, попили чай, кофе, и после этого мы решили поехать на пляж. Пляжи бывают разные, в Абу-Даби есть, это Персидский залив, это единственный пляж, где открытое море, то есть уходит в никуда, и самое интересное, что, казалось бы, Абу-Даби стоит на пустыне, на пустыне, но, тем не менее, песок на пляже привезен с Австралии, понимаете, они даже песок возят, они все у них привозное, все пальмы привозные, вода у них привозная, все привозное, блин, и даже песок они возят с Австралии, представляете, потому что белый песок, это круче, чем тот, который у них есть, ну, вот как бы, вот такие, и вот это мы уже на обратном пути, вот такая тачка стояла в нашем отеле, каждый раз какая-нибудь стояла новая красивая интересная тачка, и мы вот сфотографировались, да, зато вот такие вот богатые. Вечером мы поехали, кстати, в другой шоппинг-молл, Марина-молл какой-то, не помню, и потом, после того, как мы поужинали, мы прошлись по всей набережной, это набережная, карниш 10 километров, и, конечно же, там фантастические здания, здания, но фотографии, конечно, нельзя передать фотоосвещение, то, что там есть, но нереально очень красиво. Вот, следующий день у нас начиналась бизнес-конференция, с утра мы встречались с всеми лидерами, пофотографировались, и, конечно же, было много очень новостей. Я вам расскажу об этом чуть позже, в четверг, потому что много всего информации. Дальше у нас была приветственная вечеринка. Так вот, представляете, вот насколько у нас богатая компания, она позволила весь Феррари-парк выкупить. То есть, с 8 часов просто-напросто был выкуплен весь Феррари-парк. И мы там просто гуляли, фотографировались, девочки там ходили красивые, там вы эти, и все, просто откуплен был. В Арабских Эмиратах не пьют, но у нас вино, водка все лилось рекой, потому что у нас просто была откуплена часто приват-вечеринка в Феррари-парке, да, мы там уже могли фотографироваться на любой машине, мы обнимать ее любую машину могли. Охранники только говорили, смотрите, сильно не нагреете, тут там можно было уже все, потому что компания все оплатила, все было уже включено. Реально, вот это вот ценится. Когда мы вот так вот ходили, они говорят, да-да, сколько машин побили. Но я не знаю, но вот вы видите, все остальные фотографии уже были непосредственно на поле. Если там сотрудника могли уволить, то здесь компания, все включено, то есть, наверное, страховка перекрыла. Вот, вы можете видеть, вот женщину посередине фотографии, там голубое освещение, она ответственна что-то у нас за продукцию, она топ-менеджмент компания с тобой на Швеции. Потом я вам скажу, кто, забыла фамилию. Ну, это мы со Снежаной Полежаевой там, уху, танцуем. Конечно же, была классная вечеринка, а на следующий день с утра, с 9 утра, с 9 утра мы еще доехали, у нас были мастер-классы. Все это заканчивалось очень поздно, в 12 ночи было полностью на стоп обучения. В середине вы можете видеть Алена Магона, кто непосредственно изобрел все наши крема. Рассказывали больше и о велнессе, мастер-классах, фишек много было, интересно. Но, и самое интересное, в конце было топ-15 России, выбирали на этот год, утверждался, и потом для топ-30 СНГ в нашем отеле проводили две индивидуизийки. Я не знаю, они две сестры, но в общем, у какой-то из них только 40 бриллиантовых директоров она вырастила онлайн, я уже не говорю там, она со первой исполнительной, она вырастила золотого исполнительного, там еще бриллиантовый, сколько-то дважды, в общем, вот так, и они рассказывают. Так что для тех, кто в ВИП-команде, у нас есть видео, которое записано специально, для вас вы можете посмотреть. Премию Танила Полежаевых, я не помню, кто из Индии, да, вот Светлана Волкова подсказывает, да, получили каждый год, эта статуэтка будет передаваться. Вот, на следующий день нам компания сказала, что выберите любую, скажем так, любую экскурсию, которую вы захотите. И сказал нам заранее, я выбрала заранее прогулку на яхте, кто-то выбрал в Дубае, побывать в Дубае, кто-то выбрал на серфинге покататься по пустыне, плюс вот на джипах, то есть кто что выбрал, тот туда и поехал. Вот, конечно же, очень красиво, ну, что сказать, ну, здорово, здорово покататься на яхте, дорогущая яхта, топовые лидеры, мы общались, вообще было потрясающе. И опять же-таки мы общались с индонезийками, мы немножко пообщались, я рассказала, что я топ-лидер, работающий онлайн в России, мы обменялись контактами. Вот та девушка, которая выступала с Колтуном Алексеем, с Саулей Женобаевой пообщались, ну, здорово, то есть мы обменялись опытом. Ну, вот это вот мне понравилось очень, вообще очень круто. Да какой переводчик там на русском говорят, и, в принципе, я на английском тоже нормально говорю. На английском, где-то на английском общалась, ну, там, ломаном, понятно. Ну, а русским, скажем так, с нашими лидерами. Но вот это самое офигенное. У нас многие пошли купаться, я не захотела раздеваться, купаться, думала портить причесочку, но потом я покаталась, вообще, у меня даже есть видео, как на этом, на мотоцикле, на этом. Вау, классно, тепленная вода, офигенно, просто классно и просто супер. И мне понравилось кататься в платьишке, оно так развивается, здорово. Да, классно, круто. Дальше, у меня было мокрое платье, оно тут же высохло, но это было настолько романтично и круто, круто, просто классно. Мы еще пофотографировались, я нашла яхту, называется она Royal какая-то, в общем, королевская. Опять же, таки, там села, вот видите, сфотографировалась, но эмоции были, переполняли. Ну, а вечером мы пошли уже на частный пляж, который только от нашего отеля приват был. Дальше погуляли по... куда мы погуляли? А мы, как обычно, в шоппинг поехали, в шоппинг-центр, там, где у нас был. Я себе купила вот такое вот колечко специально на новое звание. Как говорится, лучшие друзья девушек – это бриллианты, вот оно такое тройное. Вот, это была моя покупочка, но здесь не видно, не видно, как оно переливается, как все грани все переливаются. Ну, в общем, ну, вот такое вот. Потому что я на каждое звание... Вот это вот у меня было звание сапфировый и бриллиантовый директор. Вот это вот я себе подарок покупала на звание, здесь черные и белые бриллианты на старшего бриллиантового. А вот это вот я себе колечко купила на дважды бриллиантового директора. То есть вот такое для меня, потому что там очень много всего красивого золота. Но здесь искусно, вы не видите, настолько оно красиво переливается. Да, это вот, скажем, был мой шоппинг. Мне понравилось. Да, на следующий день был аквапарк. Знаете, я очень долго думала идти или не идти в аквапарк, потому что с утра часов в 9 часов там было 13 градусов. То есть вы понимаете, 13 градусов, и ты должен на целый день идти в аквапарк. А уже в 11, полдвенадцатого там где-то было градусов 28. То есть настолько резко, то есть как бы, когда девочки говорили, что в пустыне замерзают люди и погибают. Она говорит, мы были в пуховиках, вот вечер, закат солнца, в пуховике в горнолыжке холодно замерзаешь. То есть настолько резко контентально, вечером очень холодно, там 10 градусов. А с утра 25-30 градусов. Вот мы пошли в аквапарк, это самый большой аквапарк, самые высокие горки в мире здесь, самые длинные горки в мире, то есть самые офигенные. Мы не знали, куда идти, вот пошли, а куда идти, да, с девочкой. Все побоялись, пошли наши в этот, как ее, короче, пошли на Феррари парк. А мы два человека, вот мы с девочкой, вот она с Армении, пошли и думаем, кого найдем. И когда мы пошли, куда идти, короче, идем, поднялись туда, куда, в центр. Ну давай в центр пойдем, а там решим. Ну лестница, поднялись, это оказывается была самая безумная горка, когда ты, вот видите, вот первая фотография. Ты туда идешь, вот ты просто поднимаешь туда, ну во-первых, где-то этаже 15 примерно, чтобы вы понимали, как это высоко. Ты встаешь туда, и под тобой просто встаешь вот на плотно, и просто встаешь, да, и потом раз, два, три, открывается дно, и ты просто летишь в пропасть. Просто куда темно, понимаешь, вот просто улетаешь в этаже 5 туда вниз, а потом уже тебя там заворачивает и куда-то все. И ты понимаешь, что это твоя первая горка, и это сумасшедшая горка. Ну думаю, боже мой, ладно, после Феррари, Феррари парка самой страшной, я ее осилю. В общем, это была наша первая горка. Круто. Конечно, она мне первая, не то что не понравилась, я вообще не поняла, страшно, реально жуть, когда ты просто открываешь, и ты улетаешь туда, куда ты летишь, в трубу, темный, потом тебя вот так заворачивает. Ну, в общем, одолели, все нормально было, да. Кстати, это были как раз крещенские морозы, так что все нормально. Потом мы пошли дальше, мы решили, у меня был так, телефон, мы решили напополам. То есть я здесь телефоном фотографирую девочку, в общем, она познакомилась с мальчиком, парень из Алжира, вот, он знал все горки, и он нашим был гидом. И он нам показал, кода, и что, мы там по 3-4 раза проходили самые лучшие горки, он везде нас водил, потому что мы говорили, у нас только 3 часа, потом у нас банкет идет. Ну, естественно, мы все общались на английском, ну, мы ржали, мы просто ржали, вот, ну, не знаю, то есть мы все друг друга понимали, несмотря на то, что я там чуть-чуть знаю английский, это было легко. Вот, посмотрите, горка, ну, вот, смотрите, видите, вот эта вот труба, труба большая, которая посередине, средняя фотография. Ты вот так вот летишь, летишь, потом попадаешь в трубу, тебя вот так заворачивают, но на самом деле по объему это очень огромное, ну, не знаю, может быть, метров 10 вот такая вот. Пятером ты садишься на таблетку, и тебя вот так вот крутят там, ну, очень на самом деле страшно, и они все настолько длинные горки, нереальные, просто они нет ни конца и края, когда они вот это вот крутятся, ты везде ездишь. Обычно, чтобы попасть на обычную горку, ты стоишь 40 минут, час, чтобы попасть, катиться. Но так как никого не было, вообще никого не было, максимум, ты ждешь 1-2 человека, все. То есть ты вот так, одна, вторая, третья, пятая горка. Заканчивалось, наверное, все это, там, я не знаю, вот видите, вот нижняя, наверное, нижняя горка, вот так вот она идет вот туда, да, вы представляете, какая-то высота, ну, где-то 15-этажка. Когда ты вот так вот спускаешься, это наше последнее, вот эти вот две, по-моему, было, но очень высоко, вот нереально высоко, и ты понимаешь, что обратного пути нет, спускаться 15 этажей пешком, это, понимаете, как это ладно, просто садишься и так, так, ух, была, не была, ты понимаешь, что он самый безопасный парк, ух, ладно, пофиг. Это было прикольно, так же, как и вагончики, когда ты летаешь, там тебя цепляют, грубо говоря, в вагонетки, там всяких американских горки кататься, так мы тоже на эту горку там в среднем час стоят, так мы один раз проехали по всем этим лабиринтам, второй, третий, четвертый, четвертый, короче, четыре раза на вагонетке мы проехали, но это, мне кажется, было самое офигенное, крутое, но я здесь не вижу. Вот, ну и потом вечером у нас был гала-ужин, гала-дина, этот, это самый богатый дворец в мире, на его постройку, второе по стоимости здания, первое по стоимости здания, это там, где мы жили, отель Марина Бэй, на его постройку потрачено 8 миллиардов долларов, на постройку Марина Бэй, ну помните, вот где бассейн наверху, там, где мы жили в прошлом году, а этот дворец стоит 3 миллиарда долларов, то есть по объему, конечно, он меньше, но по фаршу он круче, потому что здесь только на, вот это вот, на особенно, короче, как на по золоту, сусально, короче, здесь 2 тонны золота, то есть только украшает дворец, то есть здесь золотые унитазы, там потолки, картины, все, что нет, все в золоте, вот такое, там даже пирожные с золотом, тебе кофе с усальным золотом подают, то есть вот там просто вот трындец, урец, пурец, вот, в общем, очень красиво, нам сделали в стиле Аладдин, тысяча и одна ночь, мы фотографировались вот такими арабами, шейхами, невероятно красивые, да, Юлька колбасит, вот, принцы, конечно, очень красивые мужчины, они стояли на предистале, чтобы фотографировались, но невероятно красивые вот арабы, я сразу Женю Горских, я бы думала, что Женя бы там обошлась вот такими слезами, она очень любит арабы, какие там были красивые, какие вообще реально красивые арабы, я вот обычно как-то, ну, мужчины и мужчины, но вот просто вот так, и все, ой, боже мой, вот ты понимаешь, что ты только на них смотришь, и тебе неудобно, вот как наши смотрят на красивых женщин, вот ты так же смотришь на арабов, они вот реально, они невероятно красивые, могут с голубыми глазами, все они ухоженные, вот эти в белых абаях они ходят, они такие офигенные, очень красивые, поэтому я понимаю девушек, которые выходят замуж за арабов, да, соблазниться можно только так, вот, а все было у нас, была посуда, кстати, у нас посуда, тарелки были тоже покрыты настоящим золотом, то есть компания откупила, представляете, компания откупила самый дорогой отель, дворец, дворец для того, чтобы у нас прошла вечеринка, дворец выкупить, понимаете, вот просто вот взять и откупить всю площадь дворца, и у нас там играло, были салюты, громыхали до 12 ночи, мы в общем не давали никому спать, номера там, поверьте, стоят невероятных денег, просто невероятных денег, вкусно все-таки, блюда были, ну, и, конечно же, конечно же, да, была потрясающая программа, я была, ну, как, квалифицированная, вот, понимаете, вот, когда ты выезжаешь на уровень бриллиантовой конференции, на конференцию, ты себя чувствуешь, вот, бриллиантовый директор, вот, как квалифицированный новичок, ты вот так вот все смотришь, так, и как-то понимаешь, что ты такой лох-лох, прям вообще, вот только, вы знаете, вот как вот директор, такой вот маленький, нет, нет, скажу нет, когда вот ты на 3% выходишь и понимаешь, ой, ничего себе, тут директора, я директором, но никогда не стану, потом становишься директором, потом ой-ой-ой, и когда ты на бриллиантовой просто бриллиант, ты вот понимаешь, что вот это вот, когда бриллиант, воу, и там человек 500 на сцене, ты понимаешь, что ты просто лох, это по-нашему, вот, простите за выражение, вот, но вот 500 человек выходит на сцену, вот, как трехпроцентники, выходит чик-чик-чик со всех сторон мира, не знаю, человек, наверное, 40 вышел на уровне старшего бриллиантовой, ну, чтобы вы понимали, старший бриллиант, это доход примерно 4,5-5 миллионов, то есть, вот на наши, то есть, в принципе, от 3 миллионов это просто бриллиантовый директор, то есть, там, они миллионеры, грубо говоря, отдыхают миллионеры, вот. Здесь, вы видите, посередине фотография с моим вырастающим лидером. Фотографию какую-то я не очень выбрала, там красивый вид на весь, в общем, на пляж. Как всегда, невероятно очень вкусно было покушать. Вот такие вот у меня подарочки. Я еще не открывала, здесь какие-то элитные конфеты с чем-то. Вот такое вот мне подарили. Что еще? В общем, вот как бы было так. И самое было приятное, самое было приятное, это то, что в этот день я праздновала закрытие звания дважды бриллиантового директора. Да, и, конечно же, понимала, что я закрою где-то, скорее всего, в субботу, потому что многие будут последние часы, секунды добивать. Но я так подумала, что я не хочу праздновать в самолете, потому что в это время я была в самолете. Думаю, я буду праздновать тут. Ну и получилось так, что вместо 10 групп вышло 11 групп. И все руководство, компания меня поздравляла на сцену. Нельзя было вызывать, потому что я должна в следующей конференции лучше 2 звания на следующую конференцию, чем 2 звания не в юбилейную. Поэтому Магнус, все приходили, поздравляли. Юр, Дмитрий Кваша, кстати, наверное, эту фотку выложит в интернете. Он вообще подошел, что-то мы очень долго что-то обсуждали, там много видения. Там стульчик был, ну, понятно, ты сидишь на стуле. И он сел на логоток. На логоток, вот видите, он там сидит. И, короче, мы трепались, что-то ржали, рассказывали, то есть вот так общались, там еще кто. Меня даже сфотографировали, потом в Инстаграм кинули, что Дмитрий Кваша сидит на руках у Басюк. Короче, ржали, прикалывались. Говорит, мы сейчас к мужу пошлем. Ну, там просто он подошел, потому что громко, не слышно музыка. И мы общаемся, рассказывают от компании, поздравили. Ну, короче, вообще весело было, здорово. Это перфильево, стоящий лидер. Ну, и, конечно же, мы пошли потом в сам дворец Emirates Palace. Конечно же, вот это вот то, что все вот это вот из золота вызывает шок. Все вот это красивейшее, нереально красивое. Вы видите, пирожные, они тоже покрыты золотом. Можно было попить кофе, это тоже было оплачено, оно с золотом. А я не знала об этом. В общем, думаю, ах, что наши пьют-то, у меня с собой денег нет, я только так вот, просто вот. Потому что у нас, да-да-да. Вот, невероятно красивый потолок, очень красивый. Есть даже видео, в Инстаграм скинула, где там туалеты, туалет, золотые туалеты, там все, то есть вы, наверное, видели. И знаете, что меня тоже очень потрясло? Это вот этот десерт. Мне кажется, я ничего вкуснее не ела. Это вот, когда вот говорят там сериалы кухни, когда ты вот что-то пробуешь, и у тебя ты вот чуть ли не испытываешь, да? Вот это примерно то же самое. Немножко там мороженое потало, но там свежайшая малина, которая вот только с куста сорванная. Пироженое, оно вот не передает. Вот ты вот пробуешь, и у тебя вот просто, знаете, вот это ду-ду-ду-ду-ду, и искрится мозг, но вот не передать. Вот ты понимаешь, что это просто вот что-то, ну это шедевры. Вот такие вот было там, то, что вот этот десерт был реальный шедевр. Ну и там какое-то там дорогущее вино, которое, в принципе, оно не особо сильно замечалось. Вот. Ну и вот на следующий день, это был, конечно, прощальный день. С утречка, это было как раз закрытие каталога, и я с вами общалась, как раз-таки, вот видите, мои ножки в бассейне. Вот, мы собирали вещи, и потом мы поехали через Дубай. Вот, в принципе, вот на такой маленькой грустинке и закончилась наша конференция. А вот это, кстати, вы видите, золотой кофе, это у нас девочки сфотографировали с уссальным золотом, которое подавали. Я накупила кучу подарков, а подарки, а у меня, кстати, нету слайда с подарками. Здесь отдельно был, я набрала себе туфельки, сумочку, сумочку, сумочка, нету фотографии. Я сумочку Пьер Карден себе взяла, тоже облизывалась, облизывалась. Вот, в общем, не, у меня сумочка, а, сейчас я вам сумочку. Ага, видели, видели вы, да, видели, но немедленно, сейчас, видели на фото, сейчас. Вот, вот такая сумочка. Вот, неси, неси, вот такая вот, я просто от нее, я от нее веселею. Да, 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 вот. Вот, она стоит недорого. По полной стоимости она стоит 2000 долларов. Вот, да, по полной стоимости я ее скупила. Я ее купила за 250 долларов. Там была большая распродажа. А самое прикольное, после банкетов директоров, Снежана Полежаева говорит, Ирин, ты сразу в номер, а у нас номера были недалеко, рядышком. Она говорит, пойдем, пошли ко мне на чашечку чая. Вот мы с ней посидели, на часов-то она до двух, наверное, в полтретьего мы разошлись, мы что-то все обсуждали с ней. И я выхожу, смотрю, у нее пакет. Пакет, я говорю, о, тоже в Пьер-Кардене были. Она говорит, да, мы Лешку полностью затарили там всего. Вот, я говорю, о, сейчас, смотри, я сейчас покажу, какую сумочку. Я там бредила сумочкой, показываю сумочку. Она начинает ржать. И, короче, она достает, она говорит, ты понимаешь, вот эту же сумочку, вот эту же сумочку я взяла у Маргариты. Я Маргарита ее отобрала. Ну, я настолько, она мне понравилась. Мне понравилось, что она точно такой же. Сумочек не было, ей из каких-то там закормок достали синенькую сумочку. Вот, представляете, как мыслят лидеры, что самый большой торговый в Арабских Эмиратах. Я не знаю, сколько там сотен магазинов мультибрендов. Нужно было зайти в один этот Пьер-Карден из, наверное, 80 сумок выбрать именно такую. Понимаете, это просто прикольно. Мы ржали, но просто, понимаете, вот теория вероятности. Даже вот, я говорю, ну, сумок 80 в Пьер-Кардене было разных. Они по распродаже также были 75%. Ну, в общем, вот как-то так. Да, у дураков мысли всходятся, у лидеров тоже. Вот. Ну, и, конечно же, на последок я еще раз вас хочу пригласить в четверг на вебинар. Когда расскажу, о чем же говорят миллионеры, о чем думают миллионеры, как работают миллионеры. И этот проект этого года, этого года, и вообще меня действительно вдохновила эта идея. Несколько человек были свидетелем, как придумалось, когда я показала мое видео с прошлой конференции Сингапура. Мне очень хотелось вам донести, что сделайте все возможное, но вам нужно быть миллионерами, потому что это совсем другая жизнь. Вы понимаете, все из вас мы живем одной жизнью. Одной. И ее нельзя вот так раз, давайте там сотрем еще раз, перезаписать. Нет, вот мы живем с вами одной жизнью. Только одни выбирают красивую, яркую жизнь. И когда я задумывалась, ребята, на самом деле у нас в команде порядка, мы если посчитаем, то порядка 100 уже есть людей, 100 человек, ой, 2 гости, простите, 10 человек, которые уже заработали минимум 1 миллион. Я говорю, что миллион, это в смысле 1 миллион рублей в год доход. То есть мы посчитали, у кого-то там 700 тысяч, плюс если все какие-то там собрать около миллиона, да. Некоторые у нас 2-3 года работают. Мы сейчас еще посчитаем, сколько в нашей команде людей работает, сколько лет и за это время. То есть понимаете, это все реально. Ну и, конечно же, самое большое достижение у меня будет в январе. Да, у меня есть белый кот, он куда-то убежал. У меня самое большое достижение будет в январе, потому что я получу премию 10 тысяч долларов, это 80 с чем-то, и плюс зарплату. То есть, представляете, вот за один месяц, меньше чем за месяц, вы получаете миллион рублей. Вот представьте, вот вдумайтесь, миллион рублей только вот за месяц. И причем из них 10 дней меня не было дома, я отдыхала. Так вот, я вам всем желаю, чтобы вы поставили себе очень серьезную, мощную цель быть миллионером Арифлей. Чтобы укладываться, чтобы просто жить, наслаждаться жизнью и вспоминать, какая она красивая. И как можно наших любимых также были с вами, получали, наслаждались удовольствием. Поэтому, пока-пока, мои миллионерчики, всего вам хорошего, успехов и на последнее время.